МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самую беспощадную боль могут причинить нам самые близкие люди. Непреодолимый страх возникает именно там, где должно быть безопаснее всего – в твоем доме. Кто-то годами терпит унижение и насилие в собственной семье и этим разрушает свою жизнь. А кто-то находит в себе силы разорвать замкнутый круг боли и страха. Это возможно. То, что нас не убивает, делает нас сильнее. Для одних это просто слова, а для других – история их жизни. Оксана Руденко – спортсменка, мастер спорта международного класса по легкой атлетике. Ее коронные виды – бег на 200 и 400 метров, длинный спринт. Высшие спортивные достижения – чемпионка страны среди юниоров, серебряный призер чемпионата Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях. Победительница турнира на призы братьев Знамецких. Рекорды, внимание журналистов, спортивная слава – все это было в жизни Оксаны. И была мечта – олимпийская медаль. Но чем выше мечта, тем выше и цена, которой приходится за нее платить. Я в маленьком городке выросла. Называть не буду, все равно его никто не знает. О нас там почти все знали, и я всех знала. Жили мы там втроем. Я, папа и мама. Папа шофером работал в автопарке, а мама там же, поваром в столовой. Жили мы небогато, 90-е годы трудные были, но дружно. Я бегать всегда любила. Мальчишек в классе я многих легко обгоняла. А потом там же, в нашей школе, я легкой атлетикой занялась. Мне на тренировки очень нравилось ходить. Я уроки быстро сделаю и на секцию. И родители мои довольны были, что их дочь при деле, а они шатаются, где не надо. Первый разряд я быстро выполнила. Техника бега у меня от природы хорошая была. А потом выиграла районные соревнования. Меня там заметили и сразу пригласили в область, в спортинтернат. Я сперва обрадовалась, а потом как подумала, что одна там буду без папы и мамы. И сразу расхотелось ехать. Но папа сказал, ты же хочешь стать олимпийской чемпионкой, значит и езжай, доченька. Я подумала, родителям легче будет в интернете питание формы бесплатно. А мама тогда как раз работу потеряла. Столовую ее закрыли. Короче, собралась я и поехала. В спортинтернате я попала в группу к молодому тренеру Сергею Житникову. Он мне тогда сразу как-то понравился. Высокий такой, красивый. И голос у него, знаете, такой завораживающий был, как у артиста. Он мне на первой же тренировке сказал, ты, говорит, Оксана, способная и многого добьешься. Правда, если пахать будешь и потеть. А я что, я тогда готова была. И тренировались мы тогда по два раза в день, а бывало, что и по три. Но я быстро втянулась. Я с детства тянучая была. В общем, начала я на тренировках прямо из кожи вон лезть. Бежим всей группой кросс, а я всегда впереди темп держу. Девчонки меня в спину толкают, шипят, куда прешь, коза. А я только, чтоб тренеру понравилось. Провь вперед, как танк. Смотри, куда прешь. Вот, говорят, второе дыхание открывается. А мне тогда и первого хватало. Сергей вначале и вберег меня, и нагрузки мне не форсировал. Понимал, что постепенно надо. И доволен был мной. Ты еще раз так сделаешь? Я тебя из команды выгоню. Других девчонок мог отругать, обидеть, а меня всегда только хвали. Молодец, Оксанечка. Да я сама чувствовала, идет у меня. На тренировке тогда, понимаете, за счастье были. Я тогда усталости не чувствовала совсем. Бег – это мое. В общем, тренер меня как-то сразу из всех своих учениц выделил. Стал много заниматься со мной индивидуально. Даже обязал меня дневник тренировок вести. Сам очень порядок любил и меня приучал. А потом пошли сборы, соревнования. Сергей всегда и везде ездил со мной, отпекал меня. Я уже даже не представляла, как я без него обходиться могу. Родители мои редко ко мне приезжали. А я, знаете, если и вырвусь домой на день или на два. А так в основном тренировки, тренировки. Короче говоря, непрерывный тренировочный процесс. Однажды я на сборах заболела сильно, лежала в номере с температурой под 40, ангина была. Так он от меня не отходил. Скорая приехала, увидели такое дело, и врач предложил, может, в больницу. А Сергей сказал, нет, я сам. Кормил меня буквально из ложечки, всю ночь не спал, рядом был. И выходил. И я к нему, как к родному человеку, привязалась сильно. Я помню, что тогда у нас с инвентарем проблемы были. И на мой день рождения Житников подарил мне кроссовки фирменные. Красивые такие. Я на них тогда наглядеться не могла и не расставалась с ними, боялась, чтоб не сперли. А кто-то сказал мне, что в таких кроссовках только на пьедестале почета стоять. Я тогда это запомнила. А вскоре мой первый большой успех как раз и пришел. Я первенство страны выиграла среди муров. Сергей был просто на седьмом небе от счастья. И мы тогда и звание заслуженный тренер дали, а мне звание мастер спорта. И я помню, что за него я тогда была рада еще больше, чем за себя. Предложение он мне сделал красиво. Пригласил в ресторан, столик заказал. Мы танцевали, Сергей, казалось, здорово танцует. Спасибо. Мы потом сели, и он мне какую-то коробочку протянул. А я беру, открываю, а там кольцо обручальное. Я даже не поняла, что это, зачем. Оксана, это тебе. Что это? Кольцо. А он смеется, колечко это мне на палец надел. Глупенькая говорит, это я тебя прошу замуж за меня выйти. Я услышала, а сказать ничего не могу, только слезы из глаз. От счастья. Мне же 18 только недавно исполнилось, а ему 33. Сергей был моим первым мужчиной. Ты счастлива? Я очень счастлива. Ну, мы, если честно, Оксанке, конечно, завидовали. Потому что мы все девчонки были немножко влюблены в нашего тренера. А он как-то больше всего внимания Оксанке уделял. Я даже из-за этого перевелась на прыжки в длину, ну, чтобы другого тренера заниматься. А с Оксанкой мы потом подружились. Уже после того, как она вышла замуж за Сергея Леонидовича Житникова. К неравным бракам принято относить те отношения, в которых один из супругов значительно старше другого. Психологи считают идеальной разницу в возрасте до 5 лет. Как и у каждой медали, у неравного брака тоже есть две стороны. Плюсом можно отнести то, что молодая девушка, выходя замуж за зрелого мужчину, обретает в одном лице и мужа, и заботливого отца. Также она получает финансовую обеспеченность и стабильность. К минусам нужно отнести сложность с нахождением общего досуга. А ведь разные поколения – это и разные интересы. Трудности с ее родителями. Немногие отцы захотят отдавать дочь за своего ровесника. Помимо всего, молодая жена должна быть готова к тому, что сексуальные отношения с мужчиной старшей не будут яркими и частыми, как с ровесниками. Оксану и Сергея отличало от других пар с разницей возрасте то, что у них было общее увлечение. Спортивные успехи и карьера Оксаны являлись совместно единой важнейшей целью для обоих партнеров. Вскоре мы расписались. Я хотела перейти на его фамилию, но Сергей сказал, что ты начинала свою спортивную карьеру как Руденко Оксана. И пусть все эту чемпионскую фамилию и запомнят. Красиво сказал. Я переехала жить к мужу, а свадьбы, как таковой, можно сказать, у меня и не было. На носу, как всегда, были соревнования. А Сергей и раньше очень следил за моим режимом, а дома и подавно. Я ложилась спать ровно в 21.30, подъем ровно в 6.30. Выходной, не выходной, программа интересная по телеку, неважно. Выходных у меня, можно сказать, совсем не было. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Доброе утро, чемпионам Оксанка, давай вставай. Я жду тебя на улице, у тебя 15 минут. После подъема пробежка, завтрак. Это непременно овсянка, банан, стакан сока. Каждый день было расписано Сергеем заранее. Даже не день, а год. Мне думать не надо было, не полагалось. Главное, выполняй все четко, как робот. Я понимала, что все это он делает для моего же блага. И я терпела, я выполняла. Но жизнь за окном ведь шла совершенно другая. А я повзрослела, я стала все это замечать. Я же не слепая, не бесчувственная. И знаете, вся эта спортивная, однообразная жизнь стала мне надоедать. Я стала от нее уставать. Все родители хотят, чтобы их дети были здоровы. Но есть большая разница между физической культурой и спортом больших достижений. Профессиональный спорт – это прежде всего сверхнагрузки. Двухразовые тренировки, строгий режим питания, постоянные переезды. Необходимо всегда быть на высоте. Все это – часть повседневной реальности спортсмена. И когда это происходит день за днем, накапливается не только физическая, но и психологическая усталость. И здесь роль тренера, как человека, проводящего со спортсменом большую часть времени, выходит на первое место. Если он не реагирует на усталость атлета и не помогает ему справиться с напряжением, то нервный срыв неизбежен. Начала накапливаться усталость. И в первую очередь психологическая. И вот однажды мы с Лариской, подругой, пошли вечером в кафе. Набрали полно вкусностей. Наполеон, горячий шоколад, мороженое. Посидели в тот вечер классно. Отвязались, что называется, по полной программе. А на следующий день я стала утром на весы, а там... Сергей спрашивает, где вчера была. Я рассказала. Он говорит, погуляла, а теперь по работе. Я ту тренировку на всю жизнь запомнила. Я падала от усталости и в районе печени колола и жгла нестерпима. Пот заливал глаза, он все требовал. Темп, темп, темп. Он прекратил, когда я упала почти без чувств. Это была не тренировка. Это была пытка. Экзекуция. Житников в тот раз проучил ее, как школьники. Очень жестко проучил. А ведь она на тот момент была уже кандидатом в команду сборной страны. Но Оксанка мне говорит, молчи, я сама виновата, он прав. А что тут скажешь? Это большой спорт. Тут не для слабаков. Не до сандиментов. Мы продолжали упорно готовиться по Сережиной программе. Однако неожиданно наступил момент, когда результаты мои вдруг перестали расти. Больше того, даже снизились. И тогда Сергей решил резко увеличить нагрузки. Несколько месяцев я бегала 10-километровые кроссы каждый день. В максимальном темпе Сергей ехал впереди меня на велосипеде. И я должна была тянуться за ней. А по команде тренера делала еще и ускорение. И как я не перевязывала ноги, пальцы стирались в кровь. А иногда ноги сводила страшная судорога. Глаза мои слепались, и мне хотелось одного. Упасть и заснуть. Не было сил даже душ принять. Сергей видел, что мне тяжело. И начал давать мне какие-то таблетки. Нам, кстати, еще в интернате давали какие-то таблетки. Но говорили нам, что они безвредные, что просто помогают восстановиться. Но я думаю, что как раз вреда от них была больше, чем пользы. Спортсмены всего мира, и Украина не исключение, подчиняются главному закону антидопинговому кодексу Олимпийского движения, которым предусмотрена персональная ответственность спортсмена за те способы и методы, которые он употребляет для повышения работоспособности и которые несут потенциальную угрозу его здоровью. Сергей, как тренер Оксаны, что бы ни делал в отношении ее организма, ответственность за свое тело и здоровье несет только она. Для того, чтобы определить юридическую ответственность действия Сергея, необходимо знать, какие же именно препараты он склонял употреблять Оксану. Так как химический состав этих препаратов может квалифицировать их как наркотические, психотропные, либо же допинговые. Уголовная ответственность за склонение к употреблению допингу наступает только в том случае, если эти действия направлены в отношении несовершеннолетнего. На очередной Новый год мы готовились к первенству Европы в зале. Должны были в Париж ехать в январе. Меня тогда еще юниорку первый раз взяли в сборную страны. Я так ждала этого. Во-первых, я в отличной форме тогда была. Могла результаты хорошие показать. Ну, а во-вторых, Париж и фельдва башня и все такое. Я решила увидеть Париж и выиграть. В тот вечер я хотела елку нарядить. Мы дома с мамой всегда елку к Новому году ставили и наряжали. Сама елку купила, пушистую принесла. Начала игрушки вешать, гирлянду, шары мои любимые, которые я из дома привезла. А потом я на табуретку встала. Осталось только верхушку на ствол надеть. Потянулась я к самую верху. И тут сама не пойму как. Потеряла равновесие. Из табуретки упала. Я сразу почувствовала, что-то в ноге у меня хрустнуло. На шум Сергей прибежал. Увидел меня лежащую, оценил все сразу. Тут же подошел ко мне и пощечину влюбил. Вот это тебе за дурость, безмозглая! Сказал, это тебе за дурость. Выматерился и ушел сразу. Не спросил даже, больно мне, не больно. А мне, конечно, больно было тогда. Только еще больше обидно. Это была нелепая, ужасно обидная травма. Когда Житников узнал, что Оксана не сможет тренироваться месяца три, он просто рассверепел. Орал на нее, на меня. Оксана провела в больнице три недели. Так он ни разу к ней даже не пришел. Я лежала в больнице ровно 24 дня. Я запомнила. А Сергей ни разу за это время ко мне не приходил. Только передачки передавал. Или от его имени передавали. Знаете, если он даже и был на соревнованиях, то мог бы хотя бы позвонить. Мне обидно тогда было до слез. Я же с этой елкой хотела, чтобы ему тоже дома тепло. И приятно было. Я же не хотела, чтобы так получилось. Понятно ведь? Не знаю, как бы я тогда все это пережила. Надо же так паршиво было, что просто не передать. Слава Богу, мама тогда... Взяла отпуск и приехала. И я тогда на поправку быстро пошла. Мама. Молодая. На молодых быстрее, чем на собаке все заживает. Даже врачи удивлялись. В тот раз я начала активные тренировки уже через полтора месяца. Я работала как прокаженная. Разрабатывала ногу сутками. А пока не могла бегать, качала пресс, спину. Сергей простил меня и снова начал помогать, чем мог. Я на него не обижалась больше. Некогда было. Форму надо было набирать. Сергей меня даже придерживал. Говорил, не спеши, успеешь. Главное не сорваться и травму не получить. И радовался тоже, что восстановление идет хорошо. А нога у меня все равно болела. Я поехала на первенство страны. И бежала я на уколах. В финал меня тогда взяли, но заняла я только шестое место. Естественно, я расстроилась. А Сергей сказал, ничего, молодец. Главное, что на сборы взяли. И я продолжала ему верить. И подчиняться беспрекословно. И вот однажды я почувствовала себя как-то странно. Хотела Сереже рассказать. А потом не стала. Зачем, думаю. Зря волновать его раньше времени. И рассказала все своей подруге Ларисе. Ксанка. Да она такая наивная была, просто до смешного. Когда с ней разговаривалась подробнее, спросила вообще, что она чувствует. Я сразу заподозрила, что она беременная. Да я еще тогда подумала, что жить никого это точно не понравится. Я ей посоветовала молчать. До удобного случая. Я Ларисе не поверила. И мы с ней пошли в аптеку, купили тест. А потом зашли ко мне. Сергея дома не было. Не переживай, все будет хорошо. Как не переживай? Я все на нервах. Тест сразу показал, что я беременна. Я вдруг ощутила такую гамму чувств. И радость от того, что это у меня будет ребенок. И страх от того, как отреагирует на это Сергей. А еще растерянность от того, что я не знала, что дальше делать. Чем дольше мы с Оксанкой разговаривали, тем больше она нервничала. Ну естественно, потому что ребенок, это же минимум год вне спорта. А потом неизвестно вообще, как она вернется. Какие результаты она покажет. Я знала, что они с Житниковой планировали именно в этом году попасть. И уверенно закрепиться в сборной. А тут такое. Это же первый ребенок, это же здорово. Ты не переживай. Я убеждала, что все равно, но ребенок, это же важнее. Но Оксанка все больше боялась реакции мужа. А я боялась за нее. Понимала, что Сергей Леонидович, ради достижения своей цели, может переступить через любого человека. Через жену в том числе. Лариса сказала мне, если он устроит скандал, хватит, уходи от него и все. Есть ведь в конце концов на земле и другие мужчины, и другие тренеры. Тогда мне это все казалось бредом. И в общем, я решила, что вечером расскажу все Сереже. В крайности это всегда ненормально. Мир стремится к балансу, и люди обретают счастье, когда их жизнь гармонична. Поэтому сочетать карьеру, карьерный рост и детей можно и нужно. Только важно помнить, что необходимо расставлять приоритеты. И в зависимости от текущей ситуации они могут меняться. Женщины, сумевшие найти баланс, счастливы по-настоящему. Другое дело, что волшебных формул и рецептов общих для всех нет. Как нет и двух одинаковых людей. Вечером мы ужинали ровно в семь, как обычно. Сергей заговорил о календаре будущих соревнований. И тут я сказала, что этот календарь, видимо, придется пересмотреть. Сергей недоуменно посмотрел на меня. Как правило, я в такие планы не вмешивалась. Все я всегда решал он. И тут я выложила ему все. И про беременность, и про все свои чувства. Он слушал, словно не верил тому, что я говорю. И даже переспросил, мол, это точно Оксана? Ксю, это же прекрасно. Да. Я тебя поздравляю, действительно, это прекрасно. И тут Сергей встал и поцеловал меня. Так это же здорово, Ксю. Он очень редко меня называл так ласково. Ксю. Сергей был возбужден и явно обрадован. И я даже, если честно, не ожидала от него такой бурной реакции. Я была просто на седьмом небе. Я продолжала тренироваться, как обычно. К врачу я тогда не ходила, потому что Сергей сказал, что еще рано. И что в этом нет необходимости. А потом также через месяц между делом сказал мне, Ксю, завтра ты едешь делать аборт, я отвезу. И знаете, он это мне так сказал, как будто бы в кино пригласил меня с ним сходить. Оксана Руденко еще школьницей попала в спортинтернат, где начала тренироваться под руководством молодого, амбициозного тренера Сергея Леонидовича Житникова. Позднее тренер женился на своей перспективной ученице, но видел в ней лишь средства для достижения больших побед. Чтобы добиться поставленной цели, он не жалел своих сил, но при этом не щадил силы здоровья молодой женщины, своей жены и воспитанницы. Оксана, не рассуждая, слепо верила ему, терпела первые обиды и унижения. Она даже стала чемпионкой страны среди юниоров. Большой успех. Когда Оксана узнала, что у нее будет ребенок, она боялась об этом рассказать мужу. Но когда рассказала, Сергей очень обрадовался. Сперва. А через месяц, как ни в чем не бывало, предложил жене сделать аборт. Я сегодня разговаривал с врачом. Я вначале даже не поняла, что Сергей сказал. Или не хотела понимать. Он говорил с такой уверенностью, что мне стало страшно. Дошло наконец-то не одно, что он хочет, чтоб я сделала аборт завтра же. Потому что так надо, и это даже позволит улучшить мой результат, он уверен. А детей, мол, мы еще успеем с тобой нарожать, не волнуйся. И он еще сказал, что у меня будут не просто дети, а дети олимпийской чемпионки. Этот метод придумали немцы. Еще в ГДР. В Лепцикском НИИ физкультуры. Примерно за три месяца до важного старта спортсменки обеспечивают беременность. Спортсменка продолжает тренировки. А через два месяца за это время в организме создается максимальный запас энергии. Беременность искусственно прерывают. После аборта женщине дают немного восстановиться. А дальше сумасшедшие тренировочные нагрузки. Специальная подготовка. Допинг отменный и безопасный. Никакой допинг-контроль не обнаружат. Никто со мной, как с врачом сборной, ничего подобного не согласовывал. Это была полностью инициатива Сергея Житникова. И опять я все сделала, как мне Сережа велел. И, конечно, я ничего не рассказала родителям. А Ларисе сказала, что ни с того, ни с сего все сорвалось. Она еще утешала меня. Не переживай, мол, подруга, ты еще забеременеешь. В тот год я установила свой личный рекорд на 400-метровке и на 200-метровке. Победила на турнире имени братьев Знаменских. Ну, а потом... А потом снова травма. На этот раз у меня был надрыв икроножной мышцы. Мимо первенства страны я просто пролетела. Потом восстановилась, но на чемпионат мира меня уже не взяли, как Сергей не просил. Сергей злился. Он говорил, всюду, Оксаночка, враги козни нам строят. Следующей зимой я выиграла серебро на первенстве Европы в закрытых помещениях. Перед теми соревнованиями я снова сделала аборт. И действительно бежала, как на крыльях, даже не бежала, летела. Выиграла несколько коммерческих турниров за границей. Появились деньги. Оксана, ты этого? Практически. Нам пора. Давайте. Мы с Сергеем вместо его стареньких «Жигулей» купили новую машину. Красиво в том же самом ресторане отметили пятилетие супружеской жизни. Все шло как по нарастающей. А вот о последствиях я и не думала тогда. Аборт – это хирургическое вмешательство в природные процессы женского организма. Он вызывает не только физические осложнения, но и многочисленное душевное расстройство. Кроме вероятности различных инфекционных осложнений, ранние аборты являются серьезным фактором дальнейшего бесплодия. Также одним из осложнений после аборта является резкое увеличение риска развития рака груди у нерожавших женщин. Вероятность заболевания увеличивается на 30%. Психологические расстройства включают в себя сильное чувство вины, невозможность простить себя, навязчивые сны и кошмары, депрессию. 80% из 100% психические последствия аборта для женщин тяжелее, чем физические. Наступил решающий год. Олимпийский. Мне тогда исполнилось 24. Сергей выбил деньги у спонсоров, и мы вместе ездили с ним тренироваться в горы, в Швейцарию. Олимпийский норматив я выполнила играючи. Форма у меня тогда была просто супер. А домой мы вернулись накануне отборочных стартов. И на 200-метровке я должна была попасть в тройку призеров. Выиграть, чтобы попасть на Олимпиаду, для меня было необязательно. Я помню тот день до мелочей. Мы стояли на старте, и я думала только о том, что чуть быстрее, чем через пару десятков секунд, разорву финишную ленточку. Я буду первой. От нетерпения меня будто подбрасывало. Я сцепила зубы. Развучала команды судьи стартера на старт. Я встала в колодки, и все тело было как взведенный курок. Я тщательно поставила руки, и вдруг разнулся выстрел, и я побежала. Через несколько метров я увидела, что за мной не бежит никто. И вот тут до меня дошло. Тот злополученный выстрел прозвучал у меня в ушах. Я рванулась на мгновение раньше, чем прозвучал стартовый пистолет судьи. Это был фальстарт, и мгновенная по новым правилам дисквалификация. Я уходила с дорожки и поймала глазами лицо Сергея. Он смотрел на меня с уничтожающей ненавистью. В тот момент мне хотелось умереть, испариться на месте. В раздевалке он избил меня впервые до крови. Молча, хладнокровно. Но знаете, мне было не больно. Потому что меня тогда самой же тоже не было. Я не могла понять, как... Как такое со мной могло произойти? Ты что, Фу, разрешила мне судьбу сломать? Я тебе сейчас голову сломаю! Глазами смотри! Ты зачем на старте слушаешь? Я зашел в раздевалку. Мне хотелось успокоить Оксана. Ведь мы все понимали, что это случайно нелепый срыв. Я готов был на тренерском совете отстаивать ее кандидатуру в сборной и хотел ей об этом сказать. Но едва я вошел, как Житников буквально вытолкал меня оттуда в зашель. Я ушел, чтобы позвать старшего тренера. Я был возмущен. Но когда мы с ним вернулись в раздевалку, ни Руденко, ни ее тренера там уже не было. Я лежала у себя в номере. Слез не было. Зашел Сергей и позвал меня. Я молчала. Он стал просить прощения. Сказал, что сорвался, что был в шоке, когда увидел мой фальстарт. А потом начал говорить, что не все потеряно, что завтра утром у меня еще дистанция 400 метров, где тоже заявлено. И я должна выступить на ней, победить, доказать всем, что я сильнейшая. Я про это тогда и не помнила. Я просто встала и попросила его уйти. Он ушел. Среди ночи я проснулась от какого-то безотчетного страха. Мне приснилась мама. Будто она зовет меня из какой-то ямы. А я не иду. Я стала искать свой мобильный телефон, чтобы ей позвонить. А потом вспомнила, что мобильный у Сергея перед ответственными стартами он всегда старался изолировать меня от внешнего мира, чтобы никто ей ничего не мешал. А потом я сообразила, что можно набрать маму из гостиничного номера. Я стала звонить домой, но никто не брал трубку. И тогда я решила позвонить тете Клаве, маминой сестре. Она рассказала мне, что мама в больнице уже два дня. Что ее отвезли по скорой, что она в критическом состоянии. Я быстро собрала сумку, а потом позвонила в аэропорт. Но ближайший самолет вылетал ближе к вечеру, а мой финал был назначен на 11 часов дня. В ту ночь я больше не сомкнула глаз, а на утро жить никого ничего не сказала. Я решила стартовать. На самолет, по моим расчетам, я должна была успеть после финала на 400. Тот финальный забег на 400 метров я смотрела с трибуны. В общем, когда Оксанка вышла, она так мне рукой помахала. Я тоже ей помахала, думаю. Хороший знак. Значит, она сегодня выиграет. Полкруга она шла первая. Потом вдруг стала останавливаться. Схватилась за бок, потом за голову. Потом вообще согнулась. Мы все были в шоке. Никто не понял вообще, что произошло. Что это было? Я думаю, нервный срыв. Мама. Как там моя мама? Я не могла дальше бежать и остановилась. Потом упала. Дальше не очень помню, что было. Уже позже в номере он орал на меня, как беженый, оскорблял последними словами и руки опять распустил. Но остановить меня он не смог. Уйди! Где ты? Где ты? В аэропорту я была вовремя, а вот домой я успела лишь к погранам мамы. До этого я держалась. А тут, знаете, как прорвало. Я рыдала чуть не сутками. Конечно, маму уже было не вернуть. Но в тот момент я решила, что останусь с отцом. А папа сказал, нет, мама бы этого не одобрила. мы справили девять дней, и я уехала. А Сергей за все это время позвонил один раз. Выразил соболезнование, а я не хотела с ним разговаривать, и он больше не перезванивал. Оксана Руденко вернулась к активным тренировкам. Она по-прежнему оставалась в сборной легкоатлетов. Ее тренером по-прежнему был муж Сергей Житников, а ее мечтой по-прежнему была олимпийская медаль. И Оксана, несмотря на все выпавшие на ее долю испытания, снова была полна решимости добиться успеха. Ни я, ни Сергей не возвращались к тому, что произошло. Просто стали жить дальше, вместе. Любила ли я его, как раньше? Не знаю. Помню, что тогда мне не хотелось, да и некогда было копаться, разбираться. Мы снова поехали на сборы к очередным соревнованиям. И мне хотелось снова обгонять всех на дорожках и выигрывать. На тех сборах в нашей группе впервые появилась Альбина Глушкова. Молодая, видная и, как говорят в спорте, перспективная легкоатлетка. Она тренировалась у другого тренера, но в сборной ее курировал Сергей. Я помню, что тогда еще обрадовалась. С появлением Альбины наша эстафетная команда беги 4 по 200 заметно усилилась. И Сергей, как когда-то было со мной, стал уделять внимание практически ей одной. только и слышала Альбиночка, Альбинчик. А на меня он, можно сказать, махнул рукой, хотя я усердно тренировалась. Я старалась снова войти в форму. Да, и голову ниже опускай, когда стартовишь. Я воспитывал очень много девочек, и у тебя очень большие перспективы, поверьте. Терпеть такое его отношение было вначале тяжело, а потом стало просто невыносимо. Я была в отчаянии и не знала, что делать. А главное, обида душила меня. Я же не могла взять и перейти к другому тренеру. А надо было. Оксане на себе пришлось прочувствовать боль от потери к ней интереса со стороны мужа. Невзирая на то, что она в своей личной жизни и спортивной карьере делала все, что говорил ей муж, этого оказалось недостаточно, чтобы сохранить его внимание. Жена для Сергея была инструментом для удовлетворения его амбиций. Благодаря ее успехам он хотел стать известным и успешным тренером. А когда этого не произошло, Оксана ему стала не нужна, и он начал искать ей замену. Обида и разочарование в муже, неуверенность в завтрашнем дне, отсутствие поддержки со стороны близких в любой момент могли привести Оксану к нервному срыву. В той поездке на соревнования Сергей впервые после нашей женитьбы поселился в гостиничном номере один. Сказал, что нам обоим так будет лучше. Сказал, что ему надо статью там какую-то написать для спортивного журнала и что он не хочет мне мешать. А потом как-то случайно вечером я увидела, как он выходил из номера этой самой Альбины. Сил у меня терпеть это больше не было. Я начала кричать на него, сказала, что он подлец и предатель, что он просто использовал меня. Он сперва слушал скривок милка, а потом сказал, да, ты прошла свой пик, ты больше не поднимешься, тебе надо уходить из спорта. Представляете, он мне предлагал уйти в 25 лет. Многие в этом возрасте как раз только дают высший результат. Я бы могла, я чувствовала, что могу. Только если бы он тогда в меня поверил. Успокоилась? И тут меня хватило такое отчаяние, меня просто тогда не стало. Я перестала дышать. Все произошло практически мгновенно. Какой этаж и что подо мной. Я тогда не думала и мне было все равно. Я больше не хотела и не могла жить. Оксана! Поведение человека во многом определяется настроением, в котором он находится. При подавленном состоянии возникший резкий конфликт может разрешиться тем, что психологи называют аффектом. Это бурная взрывная реакция. Находясь в состоянии аффекта, человек способен на необдуманные поступки. Он действует импульсивно под влиянием отрицательных эмоций. Именно в этом состоянии Оксана и совершила попытку суицида. Что произошло? Как Оксана оказалась на земле, разбираться было некогда. Под окнами гостиницы была клумба. Это спасло Оксану. Что мне оставалось делать? Только ввести анальгетик. К счастью, скорая приехала быстро и ее увезли в больницу. А Житников как человек, да и как тренер для меня лично закончился давно. Задолго до этого поступка Оксаны Руденко. После падения я перенесла семь операций на ногах, на позвоночнике. Не хочу сейчас перечислять все переломы, да и не помню точно, как они там по-научному назывались. Я тогда какая-то безучастная была, что ли? Мне казалось, что все это сон, что все это происходит не со мной, понимаете? Я даже не ожидала, но Сергей приходил ко мне пару раз. Соки приносил, фрукты, а даже если бы и не приносил и не приходил, какая разница? У меня тогда достаточно много времени было, чтобы подумать. И я подумала, надо настроиться, что этого человека в моей жизни больше не будет. Настроиться, как на победу в забеге. Сжать зубы и сделать это. А спорт я тогда очень не хотела бросать. Когда стало легче, я набиралась храбрости и спросила у врача, смогу ли я бегать. Он посмотрел на меня, как на ненормальную, улыбнулся и ничего не ответил. А сестричка потом сказала, что врачи теперь уже надеются, что я смогу ходить. У меня позвоночник был поврежден, могла остаться коллегой навсегда. И вот в тот момент я точно поняла, что к прошлой жизни возврата нет. И к Сергею тоже нет. Но я не сдамся ни за что. жизнь это лестница для одних вверх, для других вниз. Для слабого человека малейший проигрыш может стать фатальным. Для сильного поражение или временная неудача становится стимулом для достижения новых высот. Для того, чтобы одержать любую победу в спорте, в быту, на войне, везде нужна цель. Именно она является мощнейшим стимулом и двигателем в достижении успехов человека. Спорт научил Оксану не сдаваться. Она привыкла ставить перед собой цели и добиваться их. И Оксана поставила перед собой цель стать тренером. Ее настрой не может не вызывать огромное уважение. Позиция сильного и волевого человека как раз и заключается в том, чтобы не лечь, скрестив руки на груди, обвиняя в своих бедах кого-то, а найти в себе силы жить дальше полноценной жизнью, невзирая ни на что, ни на какие трудности и обстоятельства, заставлять себя подниматься из руин и двигаться вперед. Второй год мастер спорта международного класса Оксана Руденко работает простым учителем физкультуры в городе, где она выросла, в своей родной школе. В этой школе она начинала свою спортивную карьеру. Ее успехами на стадионах мира гордились учителя и ученики. Теперь коллеги говорят, что у Оксаны Руденко получается работать с детьми. И ребята стали больше любить уроки физкультуры, ведь их преподавателем стала такая известная спортсменка. Оксана пока еще немного хромает. Врачи говорят, нужна еще одна, восьмая операция, и тогда ее хромота должна пройти окончательно. Брак с Сергеем и полученная психологическая травма остались в прошлом. А вот сможет ли Оксана иметь детей, это вопрос. Альбина Громова ушла от Сергея сразу после случая с Оксаной. Сам тренер Житников в сборной сейчас любят говорить, что все вокруг очень изменилось, что, мол, дети сегодня совсем другие стали. Ерунда. Такие же они, как были мы, только с мобильными в руках и с компьютерами дома. Недавно я в школе секцию легкой атлетики открыла и записываю туда всех, кто хочет. И ребята идут охотно занимаются. А талант, я, конечно, мечтаю найти спортивный талант, но главное, как они говорят, что им классно. И мне с ними тоже.